Вы смотрите информационную программу СТВ в студии Вячеслав Душин. Здравствуйте. Авиация и космос в центре внимания. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин посетил два стратегических предприятия Самарской области. На ПАО Кузнецов правительственная делегация осмотрела готовый образец двигателя НК-32 для новейшего ракетоносца Ту-160М2. В ракетно-космическом центре «Прогресс» Дмитрий Рогозин совместно с главой региона Дмитрием Азаровым обсудили ближайшие перспективы развития аэрокосмической отрасли. В том числе речь зашла о производстве ракетоносителя «Союз-5» на сжиженном природном газе, который сможет заменить существующие аппараты среднего и тяжелого классов. На орбиту он осможет выводить свыше 17 тонн полезного груза. Первый запуск планируется на 2022 год. Дмитрий Рогозин также подчеркнул, что одной из основных задач в настоящее время является дальнейшая разработка, не имеющей аналогов микроэлектроники для космических аппаратов. Мы увидели, как сегодня готовится инженерно-техническое решение по созданию этой современной ракеты. Мы сегодня договорились о решении всех проблем, связанных с кооперацией в интересах Самарского космического центра. И мы сегодня также договорились о том, как будет создана система контроля для восполнения тех пробелов, которые у нас есть в самом таком чувствительном сегменте. В сегменте создания космических аппаратов современных, легких и максимально дешевых. Главный критерий, который мы ставим сегодня, это уже не государственный заказ, а именно рынок. Трамвайная линия свяжет город с новым стадионом. К чемпионату мира до Самары-арены можно будет добраться быстрее. Уже проложены пути параллельно Московскому шоссе. С левой стороны по ходу движения из города. В один из первых рейсов позвали представителей средств массовой информации. Среди приглашенных и корреспонденты Самарского телевестника. Совсем скоро по этому маршруту побегут трамваи. Например, время в пути до Самара-арена от пересечения Московского шоссе и улицы Ташкентской считанные минуты. А состав прибывает практически вплотную к стадиону. В день проведения матчей чемпионата мира предполагается до 14 тысяч пассажиров. Это одна из первых поездок в новеньком трамвае. Новая линия в общей сложности протяженностью более 4 километров. Территории вокруг путей сейчас приводят в порядок. Основные работы на объекте уже завершены. Специально для бесперебойной работы построено три тяговых подстанции. Их введут в эксплуатацию в мае. На линии смонтировали автоматические стрелки. Переводить их водители будут с помощью специального пульта кнопки, который уже встроен в новые вагоны. Работать будет на маршруте от спортивной до стадиона 87 вагонов. Как трехсекционные, так и односекционные. Новая трамвайная линия идет по Московскому шоссе от улицы Ташкентской до Разворотного кольца у стадиона Самара-арена. Вдоль путей установят остановочные павильоны. Время в пути от центра города до конечной остановки составит около 40 минут. Также стоит отметить, в дни матчей движение трамваев городских маршрутов будет ограничено от проспекта Ленина до стадиона за три часа до игр и через три часа после. В городе на этом участке будет курсировать только скоростной. Александр Семенов, Дмитрий Лукин, СТВ. В этом году в Самарской области капитально отремонтируют почти тысячу домов. 150 из них обновят фасады. Мастера применяют современную технологию, которая защищает здание от промерзания и снижает энергозатраты. Уже наступили кардинальные перемены по адресу больничная 18 в доме с мокрым фасадом. Именно так называется новый метод. Наша съемочная группа узнала, в каких условиях живут самарцы после капитального ремонта. Стойкий мартовский мороз, как и предшествующие зимние холода, жильцы дома на больничной 18 особо не чувствуют. В их квартирах теперь тепло и комфортно. Но год назад грядущее похолодание самарцы встречали с меньшим энтузиазмом. В здании 70-го года постройки образовались щели, из-за чего жители постоянно ощущали резкий леденящий холод. Отопление не спасало, поэтому приходилось постоянно использовать обогреватели. А это значительно сказывалось на ежемесячном счете за электроэнергию. В этом году показатели куда приемлемее. Приятным удивлением для горожан стал результат проделанной работы. Нам сделали не только утепление, нам и входы сделали, и освещение сделали. Мы очень довольны. Более того, новое покрытие позволяет не только сохранить тепло зимой, но и наоборот удержать прохладу знойным летом. 100 миллиметров – это 10 сантиметров утеплителя, базальтовая плита. Дальше идет армировочный слой по сетке, дальше идет грунтовочный слой по фасадной системе, идет декоративная штукатурка, в данном случае каравет, идет покраска. Подрядчики отмечают еще ряд преимуществ материала. Он негорючий, экологичный и сертифицированный. Поэтому в таком виде дом простоит гораздо дольше обещанных по гарантии 5 лет. Подрядчики уверены – 15 лет минимум. Утепленный фасад стоит в разы дороже, но в постройках возрастом от 40 лет капитальный ремонт без дополнительного слоя не обходится. Таковы нормы. И по уровню работы регион занимает в Поволжье лидирующую позицию. Мы входим в тройку лидеров по числу регионов в части капремонта. И это довольно высокая планка для нас, которую мы также намерены придерживаться. А что нам позволило войти в тройку лидеров? Ну, прежде всего, объемы реализации капитального ремонта в нашей области и, я думаю, что, безусловно, качество. Но если жильцов все же не устраивает качество работ, то необходимо обратиться в фонд капремонта или напрямую к подрядчику для устранения недостатков. А чтобы капремонт прошел в запланированные сроки, жильцам необходимо оперативно согласовать предложение от рекоператора с видом ремонтных работ и предельной стоимостью, исходя из технических характеристик по дому. В случае с пятиэтажкой на улице Больничной изначально в плане стоял ремонт фасада без утепления. Но после обследования здания специалистами фонда было принято решение сделать утепленный фасад. Анастасия Шамшурина, Николай Сидоров, СТВ. Далее дежурные по городу. Мария Левина с очередной коммунальной историей из жизни самарцев. Здравствуйте! В эфире дежурные по городу. Что происходит, когда управляющая компания отказывается замечать проблему? Город имеет право знать. Балаковская, 8, 6-й подъезд. Жители жалуются на протекающую крышу. А единственное, что делает управляющая компания, это третий год составляет смету. Течет весь потолок, все капает. И особенно летом, когда дождь проливана, прям до середины капли с потолка, с тазиками. Так и живем. Грибок пошел уже, вот года два как идет. Наталья Николаевна лично приходила, все это видела своими глазами. И да-да-да, все пообещала и больше не виделась. Жалко, что такой ремонт у нас и все, как говорится, на смарку. Испортен ремонт полностью. В зал пошло, в трех местах в зал. Вот и прихожка. У нас проблемы начались с 2015 года, с ноября месяца. У нас потеки начались. Мы обращались в ЖКС, у нас управляющая компания ЖУ номер 8, начальница у нас Гаврила Наталья Николаевна. Они приходили, просто составляют акт в письменной форме. И на этом вся работа по ремонту заканчивается. И так на протяжении 2016 года то же самое, 2017 год то же самое. Вот придут, составят акт, осмотр и все на этом заканчивается. Обещали в 2017 году, нам обещали этот ремонт. Но никакого ремонта не было. Вот пришли мы теперь к 2018 год. 10 марта. Немножко, ну небольшая йо теперь. И нас уже капитально затопило. И такая ситуация, насколько я знаю, еще и в третьем и в четвертом подъезде в нашем доме. Потому что встречаемся с соседями, общаемся. Они тоже ее вызывали, приглашали. И ничего никаких изменений нет. Протечки напротив электрических проводок. Мы боимся замыкания. В прихожке вообще обвалился потолок. Вообще обвалился. Тоже эти протечки идут вблизи электрической проводки. Потеки идут прямо с электрических лампочек. Если все ваши обращения в коммунальные службы ни к чему не привели, пишите, звоните в нашу программу. Во Всемирный день защиты прав потребителей специалисты Роспотребнадзора и активисты общественных организаций рассказали о том, на что чаще всего жалуются жители Самарской области. В 2017 году в областное управление Роспотребнадзора поступило почти 6 тысяч жалоб. Порядка 60% из них были связаны с нарушением в сфере финансовых, жилищно-коммунальных и медицинских услуг. Большая часть вопросов граждан нашла свое решение. Гораздо сложнее дело обстоит в сфере интернет-торговли, которая в последние годы весьма активно развивается. Нередки случаи, когда заказанный в сети товар не отвечает заявленному качеству, иногда и вовсе приходит другая вещь. Чтобы не стать заложником чьей-то безответственности, а может быть и мошенничества, специалисты рекомендуют пользоваться услугами только проверенных компаний. Обязательно нужно ориентироваться, чтобы было наименование юридического лица, фамилия, имя, общество предпринимателя, в обязательном порядке его местонахождение, адрес. Признак правильного магазина – это полные реквизиты, наличие форума или гостевой книги. То есть на форуме потребитель может справиться и прочитать, что пишут остальные потребители об этом магазине. Из рекомендаций покупать только на проверенных площадках. Не забывать о том, что злоумышленники используют сайты «Зеркала» так называемые, то есть внешне абсолютно идентичные сайтом крупных компаний. То есть не переходить по ссылкам, а заходить самостоятельно на каждый сайт заново. Поправки в порядке получения шенгенской визы, новые правила в российских школах и изменения в графике речной переправы в нашем коротком видеообзоре. Скоростных рейсов Самара-Сызрань по Волге в этом году не будет. В связи с представлением Сызранской транспортной прокуратуры о запрете подхода судов к причалу городского округа Сызрань, работа скоростного маршрута Самара-Сызрань невозможна, сообщили представители Самарского речного пассажирского предприятия в своем твиттере 15 марта. Напомним, переправа действовала в 2016 и 2017 годах. Получить шенгенскую визу можно будет быстрее. О разработке новых поправок в визовый режим объявила Еврокомиссия. Одним из главных изменений должно стать сокращение сроков выдачи въездных документов с 15 до 10 дней. При этом заявки на визу можно будет подавать не за 3 месяца до поездки, а за полгода. Сама процедура будет полностью электронной. Правда, такие изменения могут отразиться на некотором увеличении стоимости визы. Кроме того, странам, входящим в шенгенское пространство, предлагают разрешить выдачу краткосрочных въездных документов прямо на границе. Однако их получатели смогут находиться только в той стране, где виза выдана. Все школьники России будут учиться в одну смену. Такая информация содержится в материалах к заседанию итоговой коллегии Миноборнауки. В рамках приоритетного проекта по созданию современной образовательной среды к 2025 году добавится еще 6,5 миллионов учебных мест. Это позволит перевести 100% школ на единую смену. К числу основных задач федерального проекта также относится перевод учеников из изношенных зданий и обеспечение надлежащих санитарных условий в школьных зданиях. Для этого в регионах строятся новые школы, либо приобретаются здания под общеобразовательные организации. Весна еще не скоро. На круглом столе представители гидромедцентра, МЧС и врачи рассказали, чего стоит ожидать в ближайшую неделю от погоды. Чуть-чуть потеплеет, но легче от этого не станет. Погода испортится. 18 марта ожидается пик осадков. Подробнее в сюжете. Ночные температуры до минус 30 градусов могут быть до 20-23 марта. Такой неучшительный прогноз дает гидромедцентр. Весна в ближайшее время так и не вступит в свои права. Сейчас активное солнце днем прогревает землю и воздух. Но скоро оно скроется за тучами. 16 по 22 марта погода поменяется. Будут отмечаться осадки. Преимущественно все-таки мы ждем в виде снега, мокрого снега. В отдельные дни со слабыми метелями. Лед на Волге пока остается толстым. Но, как говорят представители МЧС, при повышении температуры он начнет набухать и станет рыхлым. Да и сейчас на акватории рек Самара и Волга есть полыньи. Выходить на лед не стоит. И на дорогах надо быть осторожнее. Когда мы переходим, собственно говоря, с сильно отрицательной температуры до положительного, или же, допустим, на снег, вот здесь у нас больше риска возникает именно дорожное отражение. Вместе с зимней погодой сохраняется и высокий порог заболеваемости ОРЗ, ОРВИ и гриппом. Врач Александр Муравец разрушает мифы. Инфекция распространяется не только воздушно-капельным, но и контактным путем. Он показывает, как не надо делать. Прикрывать нос во время чихания рукой нельзя, только платком. Потом пожмете кому-то руку, возьмете за ручку двери и прочее. Все, при этом вы передали инфекцию другому. Лучше уж рукавом прикрыться. И маску носить здоровым бесполезно. Кроме того, есть ряд случаев, когда обращение к врачу при недомогании обязательно. Это касается детей, пожилых людей, беременных женщин, лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, с сахарным диабетом и курильщиков. Надо собраться, беречь здоровье и ждать весны. Она все равно наступит. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. Россия и Крым вместе навсегда. Под таким девизом в Самаре пройдет общественная акция, посвященная четвертой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с нашей страной. В 20 часов на площади имени Куйбышева начнется праздничная программа с участием самарских музыкальных групп и диджеев. Важным событием станет старт пятой межрегиональной добровольческой акции «Мы вместе» завершит мероприятие праздничный фейерверк. О наиболее заметных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Наш земляк, боец смешанных единоборств, в раме стереголов победил камерунца Кристиана Салманко. Поединок прошел в рамках крупного международного турнира. Волжанин без особых проблем разобрал своего соперника. Чтобы южный гость постучал в знак сдачи, потребовалось чуть более 40 секунд. Самарец провел сабмишин, который не оставил никаких шансов оппоненту. Отмечу, что Кристиан Салманк весьма неплохой, опытный и сильный боец. Имеет хороший послужной список из побед. Но камерунец был буквально деклассирован рамисом Терегуловым. Наши в команде полузащитник Рыльев Советов Олег Ланин и форвард Александр Соболев получили вызов в молодежную сборную России. Национальная команда нашей страны с 19 по 28 марта проведет учебно-тренировочный сбор и два выездных матча в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы. 23 марта в Скопье россияне сыграют со сборной Македонии. 27 марта также в гостях наша команда встретится с Гибралтаром. Баскетбольный клуб Самара снова возглавляет турнирную таблицу российской суперлиги. Волжане обошли всего на одно очко своего принципиального соперника Владивостокский Спартак. Свои позиции наши парни сдавать не намерены и по итогам гладкого чемпионата планируют остаться на первом месте. А уже в матчах плей-офф одна из основных задач – борьба за пьедестал. В идеале золото первенства. У меня на этом все. Далее еще один сюжет, прогноз погоды и программа «Абзац». Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Новости СТВ можно увидеть в соцсетях в группах «СКАД СТВ Самара» на сайте и на канале «СКАД-24» ежедневно ровно через 30 минут после нашего выпуска. А я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Увидимся. Shell V-Power. Топливо, созданное в партнерстве с командой «Феррари». Топливо Shell V-Power на 99% схоже с топливом, которое используется на чемпионате «Формула-1». Теперь в Самаре его может залить бензобак любой желающий. Добрый день. 95-й Shell V-Power вам? Да, до полного, пожалуйста. Да, полного. Колонка у вас 14-й будет. Топливо Shell V-Power содержит на 25% больше модификаторов трения, что позволяет избежать потери энергии двигателя, а значит улучшить его мощность. Более того, Shell V-Power помогает поддерживать частоту двигателя, удаляя имеющиеся отложения. Контролируется каждый этап транспортировки и хранения бензина. За этим следит сертифицированная независимая лаборатория. Shell V-Power продлевает срок службы двигателя. Автомобилисты это уже оценили. Я люблю свою машину, поэтому я заправляюсь на заправках Shell. Я заправляюсь на заправках Shell, потому что топливо очень хорошее. Двигатель гораздо лучше себя чувствует. То есть тише работает. Ну и персонал здесь отличный. Всегда приветливый. Отношение к клиенту как гостю – это визитная карточка автозаправочной сети Shell, которая активно набирает популярность в Самаре. Качество топлива и обслуживания может оценить любой автомобилист. Добрый день. Чай, кофе. Желаете с собой здорового? Какая у вас колонка? До свидания. Счастливый пути. Приезжайте к нам еще. До свидания.